Здравствуйте! Это новости телеканала АСА. Мы не придумываем жизнь, просто показываем, как все есть на самом деле. Вот о чем сегодня наш выпуск. Полсотни деревьев загублено в угоду развлечениям Ачинских высокопоставленных чинов. Смотрите подробности. В седьмом микрорайоне сосулька едва не покалечила женщину. Расскажем, как быстро отреагировали жилищники. В нашем городе много красивых мест. Телеканал АСА наводит порядок в городе и дает наводки на места, где хорошо. Новая порция наблюдений за жизнью. А еще расскажем о том, как в городе пройдет празднование 9 мая. Вся программа за одну минуту. Снежный ад, когда валил снег, а дороги превратились в каткип, сменился новой напастью. Сегодня сосулька чуть не покалечила женщину. Все случилось в седьмом микрорайоне около 10 утра. Елизавета Бабырькова знает подробности. Падает сверху, с козырька. И следом падает, пожалуйста, с крыши. Высота порядочная, толщина порядочная. Вы это по всему периоду проходите. Это сейчас Анна Геннадьевна говорит спокойно, словно на экскурсии по двору. А буквально час назад ей едва корвалол не понадобился, когда в паре сантиметров от нее рухнула сосулька. Судя по осколкам, сантиметров 30 в длину и диаметром с кулак. Выйдя из подъезда, за моей спиной с козырька подъезда упали сосульки. Я делаю шаг в сторону, и за моей спиной рухнули сосульки уже с крыши. Достаточно объемные и достаточно толстые. Я не думаю, что они бы мне пробили голову, но принесли бы немало неприятностей. Конечно, я напугалась. Столько мы слышим о травмах в связи с падением таких сосулек. Поэтому, конечно, чувство страха возникло. По правилам техники безопасности, место, где возможен сход снега или сосулек, управляющая компания должна оградить сигнальной лентой. А также должен висеть знак, запрещающий проход. Звоним диспетчеру управляющей компании. Сейчас мы попробуем позвонить в управляющую компанию по номеру, который указан на самом доме. Что нам там ответят? Так, 474-50. Диспетчерская служба, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня вот интересует, у нас тут на 7.15 здесь человека чуть сосулькой не убило. У нас вообще эти сосульки будут, нет, сбивать с крыш, потому что опасненько уже становится. Сосульки, 7.15, передам на участок. Там большие сосульки. Да, большие сосульки, только что вот человека прям по спине сосулька ширканула с крыши. Сейчас передам на участок движения. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Елизавета Бабурькова, Иван Цуканов, Новости ОСА. А мы дозвонились до генерального директора управляющей компании «Сибирь» Сергея Мачехина. По его словам, сразу после сообщения диспетчеру сотрудники управляющей компании незамедлительно выехали убирать сосульки. Смотрите, что он говорит. Сразу отреагировал на данную ситуацию. То есть на сегодня там работы по уборке этих сосульок заканчиваются именно на этом доме. Стоит никогда проблема, и я по случаям хочу обратиться к жителям города, чтобы они все-таки более ответственно относились к парковке машин. Мы вместо того, чтобы за этот приобретение очистить сосульки на 50 домах, бегаем и пытаемся найти владельцев таких машин. Вот именно сегодня, да, там осталась одна или две сосульки, и стоит припаркованная машина, и вот мне сейчас работники позвонили, сказали, что бегают еще от владельца данного автомобиля. Добавлю, что по словам Сергея Мачехина, у жилищников есть так называемый список заносных домов. Но это где по их наблюдениям возможен сход снега или образование сосулек. И как заверил директор управляющей компании, такие дома они сегодня все обойдут. Ну а мы узнали, как идет битва с опасными сосульками у соседей в других городах. В рубрике «А как у них?» спрашиваем Красноярск. Полную ответственность за то, есть сосульки на здании или нет сосульки, опасно это здание или не опасно, несут управляющие организации. То есть те организации, которые занимаются содержанием здания. Это ТСЖ, управляющие компании, либо какая-то коммерческая организация, либо муниципальная организация. И если они видят сосульки, они обязаны их сбивать. Либо если они не могут сбить, там технику сложно подогнать, да, или дорого, например, такую услугу заказывать. Значит, они должны выставить ограждение или написать предупреждающие таблички незамедлительно. Как только появились сосульки, сразу должны быть приняты меры. Я видела экспериментальную крышу, где, ну, с помощью такой, вроде лески, такая была, какое-то было приспособление, которое периодически вибрировало. И тем самым не позволяло образовываться длинным сосулькам. Скандал с вырубкой леса. В охраняемой зоне Государственного фонда в Большоулуйском лесничестве вырублены и повреждены десятки деревьев. И все это варварство ради того, чтобы провести свет на заимку, где, по нашей информации, развлекаются высокопоставленные чины Ачинска. Наш корреспондент Дмитрий Полушин выехал на место и все увидел своими глазами. Заимка, ради которой тянули провода, ставили столбы, спиливали деревья, находится здесь, за моей спиной, за забором и за шлагбаумом. По словам лесников, даже этот факт, забор и шлагбаум являются нарушением лесного кодекса. На это не имели права арендаторы этого земельного участка. Летом здесь отдыхающие ездят на квадроциклах, зимой на снегоходах. Это излюбленное место Ачинской бизнес- и политической элиты. Заимка появилась почти 10 лет назад. Это излюбленное место для Ачинских высокопоставленных чиновников и приближенных к ним предпринимателей. По рассказам местных, с водкой, с женщинами, пальбой и с ружей они гуляют в питомнике почти каждые выходные. В Большоулуйском лесничестве сейчас подсчитывают ущерб нанесенной природе. Лесорубы безжалостно орудовали топорами и бензопилами на протяжении нескольких километров. Лишь бы побыстрее и подешевле провести электричество. Видимо, слушать бензиновый генератор сил уже не было. Считается у нас защитные леса, на которых какая-либо вырубка запрещена деревьев. При проведении вот этой линии ЛЭП при строительстве, скажем так, данного линейного объекта были повреждены деревья, а также были спилены. Но так как я говорю, что это запретные полосы, защитные леса рядом с рекой, то ущерб будет умножаться в два или три раза. Я предлагаю поехать на место и посмотреть ситуацию. Хорошо, проедем. С дерева на дерево. Без разрешения лесников, без проекта и согласований неизвестные люди вырубили кусты и деревья, поставили столбы. А когда столбы кончились, кабель вешали прямо на деревья. Где на ветки, а где на крюки, которые вбивали в живые сосны. Это не просто грубейшее нарушение лесного законодательства. Это преступление, говорят лесники. Данный линейный объект, как линия электропередачи, считается незаконным. Так, могу сказать, что в ходе проведения работ по установке данных, в случае, бетонных опор, прокладки кабеля, были повреждены кустарники, также были спилены деревья. Помимо этого, еще на живых деревьях, скажем так, скажу так, варварским способом, просто-напросто были вкручены металлические штыри, на которые закрепляется кабель, что запрещено у нас законодательством. И вот, главное, вот это повреждение и вырубка деревьев у нас на протяжении нескольких километров. Вот мы видим здесь ряд опор, и они уходят туда, дальше, вдоль дороги. Куда эта дорога ведет? Данная лесная дорога ведет к арендованному лесному участку. Есть у нас такой арендатор ИП Рыженков ЕН, Егор Николаевич. Там осуществляется рекреационная деятельность, то есть там база отдыха подкова расположена. Получается, что эти линии электричества были подведены именно для этого объекта? Да, 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 для объекта, для базы отдыха. В Краевой полиции нам сообщили, что сотрудники МВД проводят проверку по факту незаконной рубки лесных насаждений, по результатам которой будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет. По предварительным подсчетам, всего спилено не меньше 50 деревьев. Это подпадает под 260-ю статью Уголовного кодекса, которая предусматривает крупный денежный штраф. В данное время, естественно, оперативная группа проводит проверку, так же я не могу вообще откомментировать. Когда будет проведена проверка, то будет дана оценка этим действием. В ходе расследования владельцы заимки с одной стороны и МРСК с другой заявили, что не знают, кто ставил столбы, рубил деревья и тянул кабель. Какая-то никому неизвестная организация. Не исключено, что по итогу расследование зайдет в тупик, неизвестные люди так и останутся неизвестными и спросить будет не с кого. Дмитрий Полушин, телеканал ОСА. Мы не называем имен этих самых высокопоставленных Ачинских лиц. Хотя ведь и так ясно, о ком идет речь. Не берусь гадать, найдет ли виноват их полиция. Но телеканал ОСА уже сообщил о незаконной вырубке леса в надзорные и контролирующие органы, а также защитникам леса. В общем, сделали зарубку для неназванных любителей загородного отдыха. Мы еще вернемся к этой теме обязательно. А пока о другом. В Ачинском районе возрождается Игинский плодопитомник. В советское время это был большой совхоз. А теперь тут начинается новая история. Сейчас мы будем уйти, получается, где-то километр отсюда, полтора, будет первое поле смородины. Оно где-то примерно 10 гектар. Общая площадь Игинского плодопитомника около 50 гектаров. Это почти 7 футбольных полей. Большая часть земель отведена под разведение смородины различных сортов. Есть также малина, облепиха, жимолость и другие плодово-ягодные деревья-кустарники. С наступлением тепла здесь вовсю начнется работа по выращиванию новых саженцев. Ну вот у нас схема. На схеме здесь видно. Допустим, вот у нас на схеме здесь смородины почти 19 гектар. Год назад мы поставили гектар новой смородины. Обновили как бы. Планируем вообще сделать полностью обновление садов целиком. А вообще, насколько я знаю, что давно здесь тоже было что-то подобное. Вот сколько уже ваше предприятие работает. И это, в принципе, наверное, и есть возрождение вот этого плодопитомника, возрождение Игинки, потому что в свое время она была достаточно знаменитой. Да, мы ее будем возрождать. За саженцами сюда едут со всего Красноярского края, рассказывает директор. А в планах у руководства построить теплицы, чтобы саженцы можно было выращивать круглый год. Еще есть настрой наладить производство морсов, соков и ягодных пюре. Так что ждем продукцию Мэйден Игинка. Елизавета Бобрякова, Иван Цуканов, Новости ОСА. Еще одна сельхозновость, которую можно назвать Ачинцем, подложили свинью. Грузовик со свининой, приличная такая фура, в 6,5 тонн. Ехала в Ачинск, пока ее не остановили полицейские и сотрудники Россельхознадзора. Оказалось, что мясо перевозили с грубейшими нарушениями. Вот что нам рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Было установлено, что гражданинам осуществлялась транспортировка 6,5 тонн свинины охлажденной промышленной выработки. Продукция перевозилась для реализации в торговую сеть города Ачинска. Транспортное средство было не оборудовано средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать установленный температурный режим. Перевозка мяса осуществлялась навалом без соблюдения правил перевозки. А я добавлю, что водитель получит штраф, но самое удивительное, что свинина эта поехала дальше в магазин Ачинска. Доехала до него и продается там. Вот так мы и живем. Здравствуйте, это рубрика «Главный по Ачинску». Сегодняшний день начался со звонка телезрителям. Нам позвонил житель города в надежде, что телеканал ОСА откликнется на его просьбу. Исторический центр города. Улица Ленина. С одной стороны дорога. С другой стороны брусчатка. А тут такое. Здесь даже видно, как буксовали машины. И, кстати, вся эта грязь стекает вот сюда, на тротуар. Наверняка же есть специализированные уборочные машины, дорожные пылесосы, которые всю эту грязь должны ликвидировать. Давайте послушаем, что говорит наш телезритель. Мы тоже позвонили в Ачинский транспорт и не дозвонились. Ни в приемной, ни на участке, который отвечает за состояние дорог, трубку не взяли. Игорь Владимирович, начальник Ачинского транспорта, я обращаюсь к вам. Может, после нашего сюжета вы хоть как-то отреагируете? А я передаю слово Дарье Потехиной. Она поделится с вами своими городскими наблюдениями. В нашем городе много красивых мест. Одно из них – Парк Победы на третьем микрорайоне. Здесь родители с детьми могут прогуляться, отдохнуть. На территории парка находится 13 аттракционов стоимостью от 100 до 150 рублей. Также находится летнее кафе. 29 апреля этого года мы открылись. В связи с погодными условиями парк пришлось закрыть. Но возобновим работу 6 мая. По словам директора парка, в середине лета появятся два новых аттракциона. Колесо обозрения 7 метров в высоту и детский лабиринт. А в центре зоны отдыха установят сцену. Хоть концерты можно будет давать. Это была рубрика «Главный по Ажинску». Дарья Потехина, Наталья Солодовник, Александр Сиделев, Вячеслав Кибиков. Сезон подарков в газете «Новая причулымка». Продуктовые корзины, комплекты постельного белья, покрывало, пледы. Спешите подписаться на новую причулымку и принять участие в акции. Подробности в газете. В Ачинске будет перекрыта часть Зверева. Это случится сразу после майских праздников. Повод для изменения схемы движения не праздничный. Хотя, как сказать, тут будет ремонт ливневой канализации. Сейчас мы находимся на улице Зверева. Именно этот участок дороги от Кравченко до Свердлова будет перекрыт. С 10 по 17 мая здесь будет проходить установка ливневой канализации. Этот участок первый на очереди для ремонта, потому что он давно находится в аварийном состоянии. Монтажные работы будет проводить красноярская фирма «Леанта». Со слов директора подрядной организации Евгения Двоеглазова, рабочие успеют закончить этот объект за неделю. Именно такие сроки указаны в контракте. Этот проект обойдется городу почти в полмиллиона рублей. В управлении ЖКХ говорят, в городе еще есть проблемные места, где также необходима ливневая канализация. Дарья Потехина, Вячеслав Кибиков, Новости АСА. А сейчас расскажем всю программу празднования 9 мая в Ачинске. Наталья Солодовник обещала управиться за одну минуту. Начну с того, что в этом году вечный огонь установили и на площади 65-летия Победы. Как говорят в народе, у самолета. Торжественное открытие вахты памяти пост номер один состоится завтра в 2 часа дня. А вот какие мероприятия ждут жители и гостей города 9 мая. В 10 часов возложения цветов и митинг у памятника «Скорбящая мать». В 11 часов праздничное шествие и прохождение бессмертного полка. Еще не поздно принять участие в этом шествии. Нужно распечатать фотографию фронтовика и разместить ее на транспаранте. Даже если среди ваших родственников нет тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, вы все равно можете присоединиться к праздничной колонии. Для этого на плакате нужно написать «Неизвестный солдат» и прийти на место сбора. Место сбора у военкомата. Далее шествие пройдет по улице Свердлова, Зверева, Кравченко и до городского ДК. В 12 часов возложение цветов к мемориалу на площади 65-летия Победы. Также в 12 часов состоится праздничный концерт перед городским дворцом культуры и народные гуляния на Ачинском Арбате. В этом году состоится мотопробег, посвященный Дню Победы. Стартует он в 12.00 от Олимпа. Наблюдать мотоколонну вы сможете по улице Мира, Лапенкова, Зверева, затем по Свердлова и Дзержинского. И завершится он здесь, у Скорбящей Матери. А теперь информация для автомобилистов. 9 мая будет ограничено движение. С 9 до 11 часов будет перекрыта дорога по улице Дзержинского. От пересечения с улицы Юнатов до магазина Пирс. Дорога будет перекрыта в обоих направлениях. С 9.30 до 12.30 перекроют дорогу от пересечения улицы Назарова и Свердлова. Это район администрации. И далее по Свердлова до КПП Женской Мариинской гимназии. И по маршруту движения колонны Бессмертного полка также в это время перекроют дорогу в обоих направлениях. По улице Зверева, Кравченко и до ДК Ильича. Это все новости на сегодня. Наша редакция уже готовит завтрашний выпуск. Так что встретимся завтра в привычное время в 20.00 на телеканале ОСА. Свердлова до КПП Женской гимназии. Продолжение следует... Продолжение следует...